Валерия, хватит спать! Просыпайся! Ма, ну еще пять минуточек! Какие пять минуточек? Полдня спишь! Так, давай, гости скоро придут! Подъем, я сказала! Ма, звонят! Ма, ты слышишь? Звонят! Кто там? Курьер! А я ничего не жду! Но у меня пакет тут вам! Здрасте! А я думала, уже не откроете! Это вам! Распишитесь вот тут! До свидания! Пользуйтесь услугами почты БЫ! Распишитесь! Лаборатория генетических исследований. Чё? Пешикова и Наталья Николаевна. По результатам генетической экспертизы. Предполагаемый родитель Пешикова Наталья. Бла-бла-бла. Интерпретирование результатов исследования. Вероятность материнства 99,999%. Ребенок идеальная. Кристина Олеговна. Ну, здравствуй, тётя Наташа. Кто? Тётя Наташа. Ты опять бабушкину настойку уместоварения в чай добавила по ошибке? Какая тебе тётя Наташа? Да вот такая. 99,999,999 до бесконечности раз. Не мать ты мне, женщина. Лерочка, ты о чём? Письмо пришло тебе из лаборатории. Дурочку у себя не строй. Только вот скажите мне, Наталья, если вы мне не мать, тогда кто она? Привет, Абрики. Что у вас-то случилось? Что на вас лиц нет? Воры украли хорошее настроение. Мама, опять ты со своими странными шуточками. Здравствуйте. А что ты замолчала? На вопрос ответишь или не знаешь? Наташа, что ты дёргаешься? У тебя что ли нервный тик опять начался? Лерка достала. Куда можно фрукты положить? У мамы своей спроси. А я откуда знаю? А я не про вас. Наташа, про что эта твоя дочь ляпнула только что? Давайте пройдём на кухню, я вам всё расскажу. Да, чайку там попьём. Так, ты хочешь сказать, что Кристина не моя дочь, а твоя? А Лерка, я тут. Ага, а вот она моя. Совершенно верно. Тогда это очень многое объясняет. Но как такое возможно? Всё очень просто. Перепутали вас в роддоме. Бред какой-то. Что значит перепутали? Мы что, в какой-то тупой американской комедии? Ммм, точно. Я по телеку такой сериал видела. Только не американский. Там пацанов в роддоме перепутали. И у одного отец бизнесмен, а у другого алкаш. Ох, и ржака там была. Это какой-то страшный сон. Почему меня не с Миланой перепутали? Так бы хоть богатой стала. Лера, ты успокойся. Никто из нас не рад этой ситуации, да? Да-да. Никто, да? Ну ладно. А я вот всегда чувствовала, что что-то не так. Не может родная мать на всё лето отправить в глухую деревню к бабушке. Ну не может. А злобная мачеха может. Валерия? А ты мне тут теперь не Валер... Валер... Лерничай. Поняла? Дочерь своей будешь командовать. Она вон сидит, а сейчас лопнет, что у неё мама и тётя Лиза. Так, так, так. Вот оно значит, что. Прожила 20 лет на мамкином горбу, а теперь рада свалить другой тётке, которая тебя за твои грамоты в жопу будет целовать каждый раз. Мама! Что? Да не вы, мама Наташа. Я к маме Лизе обращаюсь. Ох, х**ть. Валерия! Мне повторить насчёт Валерии? Да в целом я с Леркой согласна. Это пизде... Лиза! Мама! Что? Что? Чего вы ругаетесь? А это ты лучше своей матери спроси. Надеюсь, она есть среди этих женщин. Это как? Ксюша, я тебе потом всё объясню. Пойди в свою комнатку поиграй. Это что? У меня теперь есть сестра? Я всегда мечтала о сестре. Мы же теперь сможем заниматься вместе аппликацией, макраме или... Ты уточни, сестра ли она тебе? Тётя Наташа, Ксюша вообще как? Наша? Ксюша, то есть ваша? А то кто знает, сколько ты ещё своих детей по миру растеряла. Получается, Лера не моя сестра, а Кристина моя? Можешь начинать радоваться, малая. Чего? Я не хочу быть сестрой этой... этой задротины. Ксюша, что за лексикон? Устами ребёнка... Мама Лиза, прекрати! Все, прекратите называть меня задроткой. Если я хорошо учусь, это не означает, что я ботан, заучка и всё такое. У меня есть и другие интересы. Ага, макраме, аппликация, пазлы, свечи, ручной работы и шахматный клуб. И кем тебя после перечисленного Лерой называть? Вот был бы у тебя хотя бы мальчик. Не надо нам тут никаких мальчиков. Нам тут... Не, вы слышали, тётя Лиза? Мама Лиза, то есть. Вы не волнуйтесь, мальчики будут. Согласна, прозвучало странно. Я всё равно не хочу Кристину-сестру. Она меня бесит. Лера лучше. Я Леру люблю. Я думала, ничего шокирующего сегодня уже не услышу. Но ты меня удивила, малая. Ксюша, не волнуйся. Лера, она всё равно будет тебе как бы сестрой. Ненавижу вас всех! Ну вот видишь, что ты наделала, Лера. Что я наделала? Ты детей своих по стране теряешь, а я всё равно крайняя оказалась. А знаешь что? Живите тут своей Кристиночкой. Кристин ничего личного. Понимаю. Живите и радуйтесь друг другу. Это как раз та дочь, о которой ты всегда мечтала. Бывшая мама. Она тебя и уберёт, и суп из говна и палок сварит. И то были веточки сосны. Сосны. А я с тётей Лизой поживу. Она тоже явно не такую дочь, как Кристина хотела. Ну это, как сказать, я, конечно, в общем и целом. Вот и порешали, да? Пойду соберу свои вещи. Да, ситуация полная жопа. Мама. Да не мамкой ты хоть сейчас задолбала уже поучать меня. Он новую мамку, учи правильные слова говорить. А я хоть договор, шифонер, калидор смогу у себя дома спокойно сказать. Правильно. Даже не начинай. Как-то всё не очень вышло, конечно. Да ладно. Так-то я тоже виновата. В одном же роддоме были. Я готова. Едем, тётя Лиз? Извиняюсь, не привыкла ещё. Едем, мам. Едем. Новая дочь. Ты только на звонок ответь. На какой звонок? Лера, у тебя телефон звонит. Что звонит? Телефон звонит. Звонит, Лера. Лера, 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 Лер, Лера. Телефон звонит. Не слышишь, что ли? Я кому сказала вставать ещё минут десять назад. Вся в отца. Дрыхнешь, хоть из пушки стреляй. А что? А где тётя Лиза, Кристина? В смысле, где? В шесть придут, как договаривались. Так ты, моя мама, не тётя Лиза. И Кристина не твоя дочь. И нас не перепутали в роддоме. В каком роддоме, Лера? У вас разница два года. Вот я дура. Как же я это не вспомнила. Да и вообще, Кристина, моя дочь? Нет уж, спасибо. Чего? Ты же ею всегда восхищаешься, какая она молодец. В пример мне её постоянно ставишь и всё такое. Ну да, я бы хотела, чтобы ты стремилась к лучшему. Чтоб были поводы для гордости. А что, их прям совсем нет? Да есть, конечно. Просто, как бы тебе объяснить? Я всё поняла, мама. Ну и вообще, Кристина молодец, конечно. Но она ж, это... Задротка? Этого разговора никогда не было. Лера, а дай свой телефон новый. Держи. Вот так просто взяла и дала. Это ловушка, да? Как тогда? С пластилином в песке? Или с оранжевым снегом? Вкус у него совсем не как у Фанты был. Да нет. Бери пока я добрая. Ты заслужила. Спасибо. Я буду осторожной. Ой. Да уж. Ну что, я надеюсь, вы остались довольны. Я своё обещание выполнила. Вы поставили 50 тысяч лайков под тем видео. И я сняла для вас видео о том, как Леру и Кристину перепутали в роддоме. Так что, как минимум, под это видео вы должны столько же лайков. Вот. На этом, в принципе, всё. Спасибо всем, кто досмотрел до конца. И пишите в комментах, на какую тему ещё снять видео.